Синамик G120 – это модульный преобразователь частоты, отличающийся очень высоким показателем по энергоэффективности, безопасности и надежности. Какие основные новинки уже сейчас нам доступны и, соответственно, какие основные новинки здесь в том числе мы рассмотрим. Это новый управляющий модуль Profinet, это новая серия силовых модулей для насосов и вентиляторов с защитой IP20, IP20PT, новое поколение стандартных силовых частей с высокой мощностью и высоким уровнем комфорта в использовании ТПМ-240-2, дополнительные программные функции и микропрограммные обеспечения – это соответствие протоколу Profi Energy, интегрированная запись и защита ноу-хау в наших управляющих модулях, и программные обеспечения и, соответственно, новые управляющие модули, которые доступны в ТИА-портал с программным обеспечением StarDrive. В общем, по порядку. Семейство приводов CINAMIX – сейчас будет общая часть, это полностью интегрированные преобразователи в общую систему управления и концепцию Totally Integrated Automation или комплексная автоматизация во все уровни. То есть, вот картиночка, которую видите, она это представляет. Здесь представлено все семейство CINAMIX, которые есть на данный момент. Я, правда, не уверен, что вам все это хорошо видно, но от самых простых преобразователей – это CINAMIX G110 и заканчивая средним напряжением – это преобразователи CINAMIX GL150, SM150 и так далее. Если есть какой-то интерес по общей презентации для всех преобразователей, она была на предыдущем вебинаре, вы можете также ее скачать и прослушать. Собственно, в чем вся идея преобразователей CINAMIX? Это в том, что это единая платформа преобразователей, для работы с которой, как для параметрирования, так и для проектирования, требуется единое программное обеспечение. О нем мы тоже поговорим дополнительно. Перед вами матрица выбора преобразователя и выбора преобразователя по его функциям. То есть, здесь мы видим табличку, она сейчас используется во всех наших каталогах и презентациях, где мы можем видеть от простых каких-то вещей, то есть, это центробежные насосы, радиальные осевые вентиляторы, это слева вверху, до сложных каких-то движений, это в основном станочное применение, это токарная обработка, фрезерная и так далее. То есть, по этой таблице мы можем приблизительно определить, какие из преобразователей за какие области отвечают. Ну вот, собственно, какие преобразователи, где мы рекомендуем применять. Здесь представлены сам преобразователь и его составные части. Как-то силовая часть, они бывают нескольких типов, управляющая часть тоже нескольких типов, и две основные панели оператора на данный момент. Первая к вам это панель EOP, это интеллектуальная панель оператора, она графическая, имеет очень много дополнительных функций, и простая панель оператора BOP, это базовая панель оператора. Преобразователь CINAMIC G120, это модульный преобразователь, как вы видели, и, соответственно, мы рекомендуем его применять для указанного, указанного, выделенного здесь набора задач. То есть это от простых каких-то применений, это насосы, вентиляторы, компрессоры, до центрифуг, дробилок, различных мялок, мешалок и тому подобного, что можно и где использовать. В том числе это и могут быть транспортеры, это могут быть какие-то крановые решения, это корабельные механизмы, небольшие фаникулеры и так далее. Модульная конструкция CINAMIC G120 позволяет за 2-3 шага полностью выбрать необходимую вам конфигурацию преобразователя. Здесь мы видим, что первая часть это у нас силовая часть, мы можем выбрать оптимально нужную нам силовую часть с теми или иными функциями. Это управляющий модуль, который можно выбрать на основе входов-выходов, опять же, необходимых функций SAFTI Integrated или для применения в насосах, вентиляторах и компрессорах. Также управляющим модулем определяются коммуникационные возможности, которые он предоставляет. Ну и опционально можно выбрать одну из панелей операторов. По сравнению с Micromaster 4, который вы, наверное, все знаете, CINAMIC G120 разделил функции преобразователя на две основные части. То есть это силовая часть, она может быть с фильтром или без фильтра, и управляющий модуль, который содержит в себе возможности возможности управления силовой частью, опциональные вещи, как то различные коммуникационные интерфейсы, профибас, USS, модбас и так далее. И, соответственно, входы-выходы и всю прочую электронику тоже она находится на управляющем модуле. На данный момент мы имеем следующие компоненты для построения преобразователей CINAMIC G120. Это силовые части PM230 в различных исполнениях на напряжение 3 фазы 400 Вольт. Это силовые части PM240, стандартная силовая часть с торможением на тормозные резисторы PM250, стандартная силовая часть с рекуперацией, и PM260 на напряжение 690 Вольт со встроенным синусным фильтром и рекуперацией. Также сейчас нам доступны три основных типа управляющих модулей. Это CU230P-2, CU240B-2 и CU240E-2. Кроме этого, нам также доступен силовой модуль PM340 на однофазное напряжение до 750 Вт он используется. Он может работать с модулем CU240E-2. И две опциональные панели оператора, которые можно подключать к любому из силовых модулей. Ну, соответственно, та или иная панель. Само собой, разумеется, что наши преобразователи соответствуют всем стандартам по электромагнитной совместимости и гармоническим колебаниям, как зарубежным, так и отечественным. Силовые модули немножко подробнее. PM230 – это силовый модуль, специально разработанный для насосов, вентиляторов и компрессоров с квадратичной нагрузкой. Также он может работать под векторным управлением. Это определяет плата управления. У них нет встроенного тормозного прерывателя. Соответственно, торможение динамическое в нем невозможно. То есть, если двигатель в генераторном режиме, то энергию мы с него снять не можем. Силовые части PM240 и PM340 – это стандартные силовые части. Они оборудованы тормозными прерывателями, 4-х квадратное управление и подходят для различных применений в общем машиностроении. Могут применяться как с тормозными резисторами, так и без них, если не требуется нам динамическое торможение. PM250 – это силовые модули. Они подходят для тех же применений, что и PM240, но при этом обеспечивают рекуперацию энергии торможения обратно в сеть. Соответственно, здесь уже нет тормозного прерывателя и подключения на тормозные резисторы. Силовые модули PM260 сконструированы для работы напряжения от 500 до 690 Вольт. В основном это горнорудное применение, шахтное применение и так далее. Они также имеют возможность рекуперации и имеют встроенный выходной синусный фильтр, что позволяет подключать к ним непосредственно длинные кабели для двигателей. Здесь представлен внешний вид силовых модулей. Если интересно, как они отличаются на вид, то, соответственно, PM230 он немножечко вытянутый вперед, в смысле вниз, а PM240, PM250 и PM260 – они такие, ну, как бы, пошире, чем модули PM230. Ну, вот, собственно, вы здесь видите, да, то есть, PM230 с IP20, IP55, PM240, собственно, с тормозным прерывателем, PM250, выглядят они практически одинаково, и PM260. Здесь надо отметить, что используются новые полупроводники на основе карбида кремния, что позволяет работать на максимальной мощности и при этом с синусным фильтром выходным при частоте ШИМ 16 кГц. Основные функции силовых модулей. Ну, по защите понятно, да, то есть, у нас есть PM230, который имеет защиту, кроме IP20, еще IP55. Режимы торможения для PM230 – это, в основном, конечно же, только торможение постоянным током, PM240 – это резистор, PM250 и 260 – это рекуперация, PM340 – это резистор. Уровни гармоник низкие, при стандартных модулях они стандартные, соответственно, мы рекомендуем использовать для снижения гармонических колебаний входные дроссели. Наличие функций safety integrated. Все преобразователи, кроме PM230, имеют возможность использования функций safety integrated. По выходным фильтрам. Выходной фильтр имеет только PM260, то есть, он имеет встроенный синусный фильтр. По динамическому разгону и торможению. Соответственно, силовые части предназначены для общепромышленного применения, имеют такую возможность. Силовая часть предназначена для насосов, вентиляторов и компрессоров. Такую возможность не имеет. Динамическое торможение то же самое. Можно отметить, там, где есть рекуперация, где есть резисторы, там с тормозным резистором. И, соответственно, PM230 динамического торможения не имеет. По длине кабеля. Стандартно здесь указаны величины для длин кабеля. Первая цифра – это для экранированного кабеля. И вторая цифра – это для неэкранированного кабеля. Можно обратить внимание, что стандартно кабель у нас 25-100 метров. При наличии дросселя эта длина увеличится. Дальше мы рассмотрим. Ну и, соответственно, в PM260, где есть встроенный синусный фильтр, мы имеем длину кабеля 200-300 метров. По области применения. PM230 основные применения – это насосы, вентиляторы, компрессоры в ЖКХ, в отоплении, вентиляции, кондиционировании, в перерабатывающих отраслях пищевой индустрии, в упаковке, текстиле и немного в деревообработке и применении с керамикой и стеклом. То есть это насосы, вентиляторы, компрессоры. Это их основное применение. PM240 и PM340 – это общее промышленное применение. То есть это как конвейеры, подъемники, возможность применения в экструдерах, в различных отраслях, в лифтах и для намотки тоже возможно. То есть вот можно посмотреть, какие области. PM250. PM250, так как он имеет рекуперацию, то основное его применение, конечно же, там, где высокие генераторные нагрузки. То есть где двигатель очень часто работает с высокой мощностью в генераторном режиме. То есть там, где у нас есть какой-то подъем, то есть это краны, это подъемники, это лифтовые какие-то исполнения. Это различные типы центрифуг, стиральных машин промышленного исполнения. Это всевозможные вальцы и так далее. То есть там, где есть большая доля генераторного режима. Еще несколько подробнее, что мы рассмотрели. Здесь хотелось бы обратить внимание на мощности. Для PM230 это от 0,37 кВт до 90 кВт. Ну и в лошадиных силах, соответственно, возможно. Вставные клеммы для подключения двигателей и питания до 18,5 кВт. Выше это уже подключение на клеммы, не вставные, с болтами. Здесь также надо отметить, что в IP55 исполнение преобразователей как бы закапсулирован внутрь вот этой оболочки, которую вы видите. То есть это высокий преобразователь справа, который представлен. Соответственно, туда же устанавливается и управляющий модуль, то есть крышечка снимает с передней и устанавливается управляющий модуль. Панель оператора выносится наружу с помощью кабеля, который идет в комплекте. Также обратим внимание, что в комплекте поставок есть USB кабель. USB на мини-USB. Вот, собственно, как это представлено. В исполнении IP20, то есть это стандартно, модуль одевается на силовую часть. На данный момент из новинок это PM230 IP20. Он начинает, его возможность к заказу началась с мая этого года. PM240, PM340, наверное, давно вам известны силовые модули. Напряжение питания 380-480 вольт. Для PM340 однофазного это 200-240 вольт. Соответственно, мощность от 0,37 до 250 киловатт в ЭЛО для PM240 и для PM340 от 0,12 до 0,75 киловатт при низкой перегрузке и высокой перегрузке. Степень защиты, соответственно, IP20. Эти модули имеют встроенный тормозной прерыватель, который позволяет подключать тормозные резисторы к этому преобразователю и, соответственно, использовать возможность сброса генераторной энергии двигателя при торможении на тормозные резисторы. Кроме этого, данный преобразователь имеет возможность кинетической буферизации, то есть, можно соединить DC-контуры. У них стандартный DC-контур, контур постоянного тока. И, соответственно, за счет торможения одного преобразователя мы можем использовать для рабочего режима эту энергию в других преобразователях. Это используется в центрифугах, например. Возможность применения технологии safety integrated, динамические разгоны торможения с тормозным резистором, также есть возможность выпуска со встроенными фильтрами класса А или без ОНЭХ, и, соответственно, стандартный DC-контур. Вентилятор охлаждения ПЧ может также быть легко заменен, как и в предыдущей модели. PM250, PM260. Соответственно, PM250 напряжение питания 380-480 В, PM260 500-690 В. Мощность PM250 от 7,5 кВт до 90 кВт, и PM260 от 11 до 55 кВт. Степень защиты IP20. Также возможно применение технологии safety integrated, возможен динамический разгон с возвратом энергии при торможении через рекуперацию в сеть, преобразователь также уменьшен DC-контуром и низкими гармоническими искажениями. То есть преобразователи, имеющие силовые части PM250, PM260 и PM230, не требуют входного дросселя. Для PM240 мы рекомендуем устанавливать входной дроссель, который обеспечит низкий уровень гармонических искажений в сети. Ну и PM260, еще раз напомню, что имеет встроенный синусный фильтр и диоды на основе карбида кремния. Силовой модуль PM240-2 – это новый модуль. Он очень похож на предыдущий, но имеет дополнительные функции и возможности. Сейчас он доступен только в версии для форм-фактора А с мощностью от 0,37 кВт до 4 кВт. Впоследствии будут и следующие типоразмеры на большую мощность. Его основные инновации – это то, что высокая плотность мощности. То есть в форм-факторе А это где-то до 1,5 кВт до этого было, теперь это до 4 кВт. Возможность монтажа бок о бок, то есть без промежутков между преобразователем, без ухудшения характеристик. Опционально доступно охлаждение через стенку шкафа. Имеется в виду вариант, когда силовой радиатор вместе с вентилятором выходит через прямоугольное отверстие за пределы шкафа. То есть мы сбрасываем тепло за пределы шкафа за счет вентилятора самого преобразователя. Такая возможность есть. Съемные коннекторы. То есть мы подключаем съемные клеммники для питания двигателей тормозного резистора. Соответственно для работы с PM242 используют только новые управляющие модули. И соответственно их функции также могут быть использованы для этого силового модуля. Ну и следующий шаг у нас это выходные дроссель для этого силового модуля. Сейчас пока к нему дроссели рекомендованных типов нет. По размерам, вот здесь можно посмотреть, в сравнении с микромастером 4, да. То есть вот что мы видим. Для форм-фактора А от 0,37 до 1,5 кВт они практически одинаковые. 2-3 кВт, соответственно G120 меньше. На 4 кВт G120 немножечко больше. 7,5-15 кВт, соответственно, немножечко больше. Но уже при этом. На D мы уже имеем некоторую разницу, да. Можно посмотреть. F тоже самое. Чуть больше и чуть меньше. Это с фильтром и без фильтра, соответственно. Ну и самое интересное, это большие мощности. То есть это 110 кВт FS-FX. То есть мы видим здесь, что G120 гораздо меньше и выпускается в блочном формате. Для GX также в формате шасси при тех же габаритных размерах. Длины кабелей. Без выходного дросселя для PN240 у нас доступно от 50 до 100 метров. То есть 50 метров экранированного кабеля и 100 метров неэкранированного кабеля. Соответственно, с выходным дросселем или синусным фильтром до форм-фактора С это у нас 100 метров и 225 метров, соответственно. От D до F это 200-300 метров, соответственно. И в формате GX это 300-450 метров. Для PN250 он начинается с формата С. Без выходного дросселя это 25 на 100 метров, соответственно. И с выходным дросселем в формате С100-225 метров. И, соответственно, D-F это 200-300 метров. То есть 200 для экранированного и 300 метров для неэкранированного кабеля. С PN260, так как там есть встроенный синусный фильтр, то длина кабелей 200-300 метров, соответственно. Здесь также надо отметить, что при изменении напряжения питания с его увеличением длина кабеля, она снижается. Также есть такая таблица для подбора ПЧ для CINAMIC G120. Она доступна. При необходимости можно обратиться к менеджерам в вашем регионе и, соответственно, ее получить. Управляющие модули. На данный момент у нас есть три управляющих модуля. Это CO240B-2. Это базовый модуль. CO240E-2. Это расширенный модуль. И CO230P-2. Это специальная конфигурация управляющего модуля для работы в применениях с насосом, вентиляторами, компрессорами и подобными устройствами. Соответственно, мы видим здесь основные возможности. Все модули имеют у нас подключение как по USS, так и по Profibus. Два типа модулей. Возможность установки MMC или SD-карты в слот управляющего модуля для копирования параметров, для переноса параметров и так далее. Возможность подключения любой из панелей оператора BOP или EOP. Соответственно, у модуля E есть дополнительные функции. Это расширенное количество входов-выходов. Это возможность работы с Safety Integrated. Опциональная такая возможность существует. И есть модули с подключением на ProfiNet. Соответственно, CO230P-2. Это специальные возможности для подключения необходимых устройств и на входы-выходы для насосов и вентиляторов в часы реального времени. Возможность подключения по интерфейсу USS Modbus. Возможность использования интерфейса ProfiNet в будущем также будет. Ну и MMC с SD-слот также присутствует. Несколько подробнее. CO230P-2 у нас есть в четырех основных модификациях. С ProfiNet она только-только выйдет. Это буквально через месяц-два. Может работать данная управляющая часть с любым из силовых модулей. Будь то PM230, PM240, PM250 или PM260. Возможно управление УКФ с ослаблением поля, эко-режим для УКФ и, соответственно, векторное управление без датчика. Подключаемые панели оператора это BOP, EOP и EOP в ручной пульт. Возможность программирования свободных блоков. Это FFB так называемые. Четыре PID-регулятора доступны. То есть у него четыре аналога входа есть. Соответственно, и четыре PID-регулятора возможны. Такие функции, как каскадирование гибернации, то есть сон по заданным параметрам потребляемой мощности, расширенные сервисные режимы и двухзон или многозонный контроль управления. То есть, ну, так как четыре PID-регулятора это возможно. Применение насоса, вентилятора, компрессора, объекта ЖКХ. И, соответственно, на данный преобразователь идет миграция с преобразователем Micromaster 430. Возможные коммуникации профинет, как я говорил, немножко в будущем. Профибас, USS, CAN, шины, модбас или бакнет недоступны. Следующий модуль это CL240B-2. На данный момент есть модификация без профибаса и с профибасом. Все те же типы управления доступны. Так и УКФ, ослабление поля, эко-режим и векторное управление без датчика. Работает с силовыми частями PM230, IP20, PM240, PM250 и PM260. Те же самые панели оператора устанавливаются. Возможно свободно программированные блоки, PID-регулятор у него есть и управление тормозом. Имеется в виду управление тормозом двигателя. Универсальное применение без датчика, с любыми функциями, где требуется торможение, с широким спектром мощности. Доступны интерфейсы это профибас, RS-475, USS и модбас RTU. Здесь надо отметить, что управляющие модули, которые без добавки DP или PN, они имеют управление через RS-475, USS или модбас. ЦУ-240Е-2. Это расширенный модуль для широкого спектра задач. Имеет те же типы управления, что и предыдущие. Работает также с силовыми частями PM230, IP20, PM240, PM250, PM260 и PM340. Если выбирать модуль с буковкой F, как написано выше, то можно получить функции Sufity Integrated, которые можно использовать для обеспечения повышенной защиты механизма и обслуживающего персонала. Также доступны свободные блоки, есть PID-регулятор, есть управление тормозом. Соответственно, все те же функции, что ЦУ-240B-2, но есть дополнительные входы, выходы и функции Sufity Integrated. Из интерфейсов это ProfiNet, ProfiBus, RS-485, USS и модбас RTU. По входам-выходам, то есть можно здесь посмотреть. Значит, все преобразователи у нас теперь параметрируются с помощью USB. То есть мы можем подключить их непосредственно к компьютеру через кабель USB-mini-USB. Программное обеспечение в виде драйвера для подключения каждой управляющей части идет в составе комплекта. Это управляющая часть или может быть скачана через интернет. Соответственно, программное обеспечение для параметрирования это у нас стартер или старт-драйв, возможно. По интерфейсам и входам-выходам. Можно посмотреть, то есть ЦУ-230B-2 это 6 цифровых входов, 3 цифровых выхода, 2 из которых это реле. 2 аналога входа по напряжению или по току и 2 аналога входа по току. 2 аналога выхода по напряжению или по току. Соответственно, возможность подключения датчиков температуры это датчики ПТЦ, то есть позиторные датчики. Это КТУ с линейной характеристикой. И КЛИКСОН это датчики, которые работают как реле перегрева, то есть имеющие два положения. Включено-выключено. То есть для простого определения перегрева двигателей. Также возможна установка ММЦ-карты, потому что есть соответствующий слот. Ну и соответственно мини-USB. ЦУ-240B-2 это 4 цифровых входа, 1 цифровой выход реле на 24 вольта, 1 аналоговый вход, 1 аналоговый выход соответственно по напряжению по току. Возможность установки карты ММЦ и разъем мини-USB. ЦУ-240Е это 6 цифровых входов, из них часть можно использовать как входы для сайфики интегрейта, для соответствующих модулей. 3 цифровых выхода это реле 24 вольта, 2 аналогового входа по току или напряжению, 1 аналоговый выход по току или напряжению, 1 аналоговый выход по току. Ну и соответственно тоже ММЦ-карты можно и мини-USB. Здесь несколько подробнее расписано, но в общем все это я уже рассказал. То есть есть управляющий модулей ЦУ-240B-2 и B-2DP, которые могут управлять силовыми частями соответственно PM230 и IP20. Здесь еще раз обращу внимание, что PM230 и IP20. Для управления PM230 с исполнением IP55 подходит только управляющая часть от ЦУ-230B-2. Ну и соответственно PM240, PM250 и PM260. Ну вот собственно функции я смотрю, я все рассказал. ЦУ-240Е-2. Отличие еще в том, что он может работать с PM340 1-фазным до 0,75 кВт. Все те же функции плюс расширенные входы-выходы. ЦУ-230P-2. Здесь такой момент, что он может работать с PM230 как IP20, так и IP55. С PM240, PM250 и PM260. Соответственно есть разные модификации для подключения. Также из выходов стоит отметить, что есть реле силовые на 230 вольт, которые могут управлять непосредственно контакторами внешнего оборудования. Некоторые функции этого модуля. То есть это автоматический перезапуск, он есть у всех у нас модулей. Перезапуск на лету тоже есть. Четыре пропускаемые частотные диапазоны для борьбы с... Вот выскочило из головы. То есть пропуска частот для борьбы с резонансом. Режим байпас, программируемые таймеры возможны, простое программирование функций, ПИД-регуляторы несколько возможны. Один ПИД-регулятор, например, по процессу управляет по температуре. Два других ПИД-регулятора, в зависимости от показаний датчика, могут управлять, например, заслонками, потоком воздуха и так далее. Функция СНА это с переключением и выключением даже силовой части для экономии электроэнергии при достижении определенных частотных показателей. Каскадное управление двигателями. Специальные функции для гражданского строительства и ЖКХ это двухзонное, многозонное управление. Три свободно используемых ПИД-регулятора для управления. Причем их можно каскадно включать. То есть один ПИД-регулятор может быть задачником для другого ПИД-регулятора. Расширенный аварийный режим. То есть аварийный режим на случай пожара, например, для незадымляемых выходов. То есть при этом режиме преобразователь автоматически сбрасывает все ошибки до того момента, когда он полностью не выйдет из строя. То есть при пожаре он будет работать до последнего. Функции защиты, которые есть у нас во всех преобразователях, это защита повышенного и пониженного напряжения, также определение выпадения фаз при повышенном и пониженном напряжении, защита от перегрузки потока, перегрузка по температуре, превышение температуры модуля управления силового модуля, они отдельно обрабатываются. Определение обрыва кабеля для аналогового сигнала, обработка до трех внешних ошибок. По электродвигателю это контроль температуры как с датчиком, так и без датчика по модели. Это превышение скорости, это блокировка электродвигателей и защита от опрокидывания. По механизму это контроль момента для сухого хода, например, для обрыва ремня можно контролировать. Коммуникации, сбой, телеграмм и обрыв шины, отключение мастера. Память сообщений об ошибках. В G120 память расширена. Теперь буфер для восьми сбоев, в каждом по восемь ошибок. То есть всего 56 ошибок возможно. Нет, 64 ошибки возможно. И буфер на 56 предупреждений со значением предупреждения и временем его возникновения. То есть по сравнению с микромастером четвертой версии, можете обратить внимание, что практически в восемь раз стало больше возможностей для контроля преобразователя по возникновению ошибок или предупреждений. Основные рабочие режимы это, конечно же, УКФ, это базовый режим управления для различных применений. Это управление с ослаблением поля. И это векторное управление без датчика, векторное управление для различных механизмов, где это требуется. Также есть функции вольт-добавки для УКФ управления, которые позволяют, например, увеличивать стартовый вращающий момент двигателя и, соответственно, обеспечить какой-то срыв механизма на низких скоростях, но при этом без векторного управления. Совместимость аппаратных компонентов. Здесь мы отметили, это силовые части управляющей части. Соответственно, самое главное отметить, что ПМ-230 с IP55 совместим с ЦУ-235-2, а ПМ-340 с ЦУ-240-Е-2. Все остальное у них одинаково. Коммуникационные возможности. Здесь у нас, собственно, все рассмотрено. Но еще раз можете просто отметить, что есть возможности как с профинетом работать, так и с профибасом. Основные программные функции. Здесь, как бы, не думаю, что что-то будет новое для вас, но это тип управления УКФ с ослаблением поля, векторное управление по моменту, три переключаемых блока данных привода, это свободные функциональные блоки для логических и арифметических функций, это техника бинектор-коннектор, для подключения логических и арифметических сигналов, это устанавливаемая рампа торможения для позиционирования, возможность кинетической буферизации, кроме модулей с рекуперацией. Функции вобуляции, честно сказать, перевод для термина вобуляция не придумали. Это термин, который обозначает подергивание приводом, например, при намотке кабеля на катушку для более плотной его там усадки. Вот, короче, не получилось. В английском и немецком они это называют побулейшн, ну, вобуляция пусть будет. Ну и подъем без датчика. Панели оператора и опции. Две основные панели оператора. Это графический дисплей оптимизации для комфортной работы. Это BOP2 и EOP. BOP2 это простая панель, на ней две строки с цифрами и символьным указанием, семисегментным, какой параметр вы рассматриваете его значение. Панель EOP2 это графическая панель, которая имеет определенное количество дополнительных возможностей. Собственно, вот панель EOP2 представлена. Это графический дисплей, на котором в данный момент на картинке вы видите вывод двух величин в виде баров, возможность вводить в виде значений или в виде гистограммы. или графика. Наличие маховичка, которому очень удобно позволяет переключаться по меню, увеличивать или уменьшать параметры, то есть как в сотовом телефоне раньше такие были. Возможность простой загрузки дополнительных функций и языков, например, русского языка. Русский перевод для него выполнен полностью на все основные режимы с первого по четвертый. Структуренное меню, возможность диагностики через текстовую индикацию, то есть при возникновении ошибки вы видите не только номер ошибки, но и полное текстовое описание этой ошибки, а также ссылки на параметры, которые стоит посмотреть для устранения данной ошибки или проверить. Прямое управление понятно. То есть есть кнопочка локальное удаленное управление и кнопочка вкл-выкл тоже понятна. Кнопка Escape, я думаю, тоже не требует пояснений. Для ввода в эксплуатацию в эту панель зашиты специальные приложения программы помощники, которые позволяют параметрируют преобразователь, не вводя данные в параметры, отвечая на вопросы определенного мастера-помощника, после чего он сам запараметрирует преобразователь под указанный выбранный вами помощник. Ну вот основные функции. Это я все отметил. Пять встроенных языков. Есть русский язык, так как он достаточно большой получился, то есть мы перевели практически все. Он загружается из интернета свободно, и, соответственно, его можно загрузить на панель через мини-USB-порт. То есть панель имеет возможность своей перепрошивки через мини-USB. То есть сзади панели мини-USB. Да, и, кстати, эта панель не имеет батареек или каких-либо других сменных вещей, которые необходимо обслуживать. Где применяется панель EOP? Она применяется для G120, G110D и G120D преобразователей. Соответственно, на G120 она может одеваться непосредственно на преобразователь или монтироваться на монтажный комплект в дверцу шкафа. А с мобильным пультом, есть такое устройство, мобильный пульт для EOP, или ручной терминал, он еще называется. Им можно уже работать со всеми преобразователями, как G120, так и G110D, G120D. Для двух последних есть специальный кабель, так как они не имеют, ну, по защите IP65, который они имеют, они не имеют открытых разъемов. И чтобы обеспечивать неприкосновенность этой защиты в IP65, управление ведется через интерфейсный кабель с оптоволокном. Есть, соответственно, документация по этой панели. Панель BOP2. Это стандартная панель оператора. Вы ее видите на экране. Две строки. Одна строка отображает просматриваемый параметр и его описание. Вторая строка отображает его значение. И, соответственно, указывает это вольты, герц, амперы и так далее. Также есть структура меню. То есть на экране вы видите, в какой области меню вы находитесь, будь то контроль, управление или диагностика, установка или какие-то опциональные параметры. Поддерживает серийный ввод в эксплуатацию через копирование списков параметров и также прямое ручное управление. Кроме этого, надо отметить, что панель BOP2 имеет защиту IP55, а панель EOP имеет защиту IP54. Собственно, они представлены здесь вместе. По габаритным размерам и внешнему виду они практически одинаковые, за исключением новых лицевых частей. Панель BOP2 не перепрошивается, потому что там понятия локализации отсутствует. Так, это я все вам представил. Где применяется панель BOP2? Панель BOP2 применяется для преобразователей G120 с управляющими модулями Кире 2, которые имеют цифру. Аксессуары и опции для преобразователей. Соответственно, мы можем предложить вам предохранителей, мы можем предлагать вам сетевые дросси для PM240, для PM230 и PM250 они не требуются. Возможно, внешний сетевой фильтр для PM240 или встроенный фильтр A. Может быть, просто внешний сетевой фильтр для PM240, тоже класса A. Панели оператора EOP2, возможно, предложение тормозных сопротивлений. Если вы не нашли, к примеру, USB кабель и не смогли скачать программное обеспечение, вы можете купить комплект для подключения. Это PC-комплект для подключения, где есть USB кабель и программное обеспечение, актуальное на момент покупки. Возможно, крепление на один рейку. Есть специальный адаптер для типоразмеров А и Б. Есть комплекты для подключения экрана для различных применений. Есть комплекты для установки либо OPP, либо BOP2 на дверь. Есть ручной пульт, есть выходные дроссели и, соответственно, синусные фильтры. Все это можно посмотреть в каталоге D31, который размещен также в интернете. Инновационные функции. Преобразователь достаточно безопасный. Он защищает пользу, защищает механизм. Есть дополнительные функции защиты. Он полностью контролирует себя постоянно и имеет автономный контроль. Даже при отключении силовой части, при наличии внешнего питания, управляющий модуль продолжает обеспечить контрольные функции. Есть возможность применения рекуперации, что обеспечит нам очень высокую энергоэффективность, отсутствие дополнительного охлаждения и возможность постоянного режима торможения. То есть буквально можно делать генераторные установки. Также PM250, например, который имеет рекуперацию, он применяется в том числе и для малой энергетики. Ну и снижение гармоник. Модульность. Это очень хорошее качество наших преобразователей. Это позволяет управлять активами. То есть мы можем иметь ограниченное количество модулей, из которых можем собрать большое количество конфигураций преобразователей. Соответственно, мы можем обеспечить высокий уровень инноваций. Например, через некоторое время появился какой-то новый интерфейс или еще что-то. Мы можем заменить управляющую часть, которая не так дорогая. И, соответственно, оставить только силовую часть, установив на нее новый модуль, что позволяет нам переходить, например, на новые интерфейсы и так далее. Ну и гибкая возможность расширения. То есть есть различные силовые части, есть различные управляющие модули, которые позволяют делать различные преобразователи. Концепция охлаждения в этих преобразователях немножко изменена по сравнению с другими преобразователями. Она предусматривает то, что обдув производится только по силовым радиаторам и не продувается через электронику, не требующую охлаждение. Она охлаждается за счет стандартного охлаждения конвекции, что обеспечит отсутствие пыли и каких-либо лишних веществ внутри управляющей модули, которые могут быть туда доставлены с помощью вентиляции. Это, в свою очередь, обеспечит длительный срок службы, безотказность в работе. Еще модули поддерживают горячую замену. То есть мы можем при наличии внешнего питания на управляющем модуле мы можем обеспечить замену силовой части, не отключая управляющий модуль, например, от сети Profibas или ProfiNet. Соответственно, отключаем силовое питание, заменяем модуль в силовой и устанавливаем новый модуль. При этом управляющий модуль обрабатывает все входы-выходы, обрабатывает внутренние функции, функциональные блоки и так далее. И при этом при установке сразу привод включается в работу. Соответственно, удобство в обслуживании. Управляющие модули и силовая часть могут меняться по отдельности. Про инновации я уже сказал. Модульность. Вот здесь очень красивые картинки, показывающие модульность наших преобразователей. Ну и можно как бы в качестве резюме здесь отметить, что модульность это супер. То есть это правда так, поэтому рекомендуем наши модульные преобразователи. Синамикс говорит на ProfiNet. ProfiNet наш основной интерфейс в будущем. Соответственно, Синамик G120 обязательно есть на ProfiNet. И также входящие в это семейство Синамик G120 и Синамик G120P также будут иметь интерфейс ProfiNet. Соответственно, есть функции Profi Energy. Они уже встроены в преобразовательность, то есть это дополнительные телеграммы, которые сообщают об расходовании электроэнергии для систем верхнего уровня, которые определяют эти параметры. Ну и соответственно, ProfiNet, в общем-то, это как бы интерфейс будущего, идущий на смену ProfiBus, постепенно идущий, но уже идущий. Основные преимущества ProfiNet это гибкость, это эффективность, это производительность. Здесь можно более подробно, конечно, углубиться в каждый пункт, но я думаю, вы сами представляете, да, то есть в чем есть основные отличия. Ну, здесь можно посмотреть гибкость. Посмотрите, то есть мы можем использовать различные топологии. Это открытый стандарт, да, это простые разъемы, которые можно устанавливать. Это расширяемость, это возможность подключения к веб-интерфейсам, это возможность использования беспроводных коммуникаций. Это высокая эффективность. Один кабель для всех устройств. Это диагностика устройства и сети в целом. Это возможность передачи данных по энергоэффективности и возможность передачи команд для отключения устройств для энергоэффективности. Это очень простой монтаж кабеля, это быстрая замена устройств, соответственно, высокой надежности и стабильности. Кроме этого, известный интерфейс, все его используют. Производительность, высокая скорость обмена, высокая точность, которая благодаря этому может быть достигнута. Это структуры с большим количеством входов, выходов также могут быть подключены. Это высокая скорость передачи данных, это редундантность, то есть возможность резервного использования для ответственных применений. Это быстрый запуск в эксплуатацию. Здесь показано, как можно легко перейти с профибас на профинет. В общем, это понятно. Производительность на профинете по сравнению с профибасом. Здесь можно отметить, что скорость передачи для профибас стандартная 12 Мбит в секунду, для профинета это 100 Мбит в секунду. Соответственно, время циклов в 10 раз меньше для профинета. Минимальные отклонения. Устройств на один кабель 100 устройств, но устройств на одну систему может быть 256. Соответственно, здесь мы можем видеть дополнительные возможности. Здесь также видны циклы по данным. То есть для профибаса передача дополнительных данных неприменима. Для профинета можно параллельно передавать дополнительные данные. До 50% времени. То есть 1500 байт в 250 микросекундном такте. Про концепцию охлаждения я уже сообщил. Да, все наши устройства имеют двойную лакировку. Плат. Соответственно, это не как опция, как у наших некоторых конкурентов. Это у нас стандартно. Sofit Integrated доступны без датчиковом исполнения. То есть у нас есть основные функции. Это безопасно отключенный момент или безопасно отключенная мощность. Это безопасный останов аналог OFF1. Это безопасно ограниченная скорость. Это безопасный контроль скорости и безопасный контроль направления. То есть мы без датчика можем определить направление вращения двигателей. и, соответственно, в данном случае решить какие-то вопросы с возможными поломками. Здесь представлен такой краткий расчет по экономии затрат при применении Sofiti Integrated. То есть, если есть возможность применять Sofiti Integrated, и это устраивает вас по функциональности, то, соответственно, вы можете обеспечить себе еще экономический выигрыш и выигрыш в пространстве, занимаемым данными устройствами, которые обеспечивают безопасность при применении Sofiti Integrated. Дальше представлены некоторые обычные схемы, которые используются для защиты преобразователя. Например, функция безопасного отключения мощности. Обратите внимание, что по стандарту для полной безопасности рекомендуется устанавливать два входных контактора. Один обычно устанавливает, а именно два. И схема управления представлена для работы по данной схеме. При применении Sofiti Integrated мы, соответственно, используем два входа, и через них стопроцентно отключаем мощность преобразователя. Имеется в виду, мы отключаем внутренние схемы. При этом преобразователи переходят на выбег, но гальваническая развязка двигателей сети отсутствует. Это надо учитывать. Что касается быстрого остановка SafeStop 1, то же самое можете посмотреть. Да, функция по OFF 3 запускает преобразователь. И, соответственно, вот какая схема требуется. Здесь через два входа мы также можем использовать эту функцию, которая нам обеспечит быструю остановку преобразователя. Безопасное ограничение скорости. Есть вот схема, которую мы здесь видим представлена для безопасного ограничения скорости. И что мы можем применять для этого при использовании функции безопасного ограничения скорости. То есть здесь мы видим световый барьер, аварийную кнопку для SS1, то есть быстрого безопасного останова. И, соответственно, ограничение скорости через барьер. То есть если человек попадает в зону работы механизма, то скорость ограничится до минимальной, которая не позволит повредить человека. Сетевая рекуперация. Сетевая рекуперация, еще раз отмечу, что позволяет нам снизить энергопотребление, рекуперировать энергию для всей мощности. То есть 100% генераторной мощности двигателя рекуперируется в сеть. Соответственно, нет необходимости на тормозные, затрат на тормозные резисторы, тормозные прерыватели. Нет необходимости делать систему вентиляции для тормозных резисторов и отвода тепла. Соответственно, нет издержек на проводку. И опять же, энергия возвращается в сеть, а не рассеивается в виде тепла на устройстве, механизме или в цеху. Незначительное обратное воздействие на сеть. Нет необходимости в коммутирующем дросселе. Снижение тока сети при той же установленной мощности потребления электроэнергии преобразователь с расширенной функцией питания, эффективной функцией питания, это PM250, PM260, это силовые части, позволяет экономить 20% электроэнергии при той же мощности. Это происходит за счет компенсации реактивной мощности, которая есть в преобразователе двигателя. Компенсация реактивной мощности, это само собой также меньшее сечение кабеля для подключения, это экономия на кабеле, это экономия на различных штрафах за реактивную мощность и, соответственно, снижение нагрузки на силовые трансформаторы. Нет дополнительных компонентов, то есть нам не требуется еще дополнительный дроссель, нам не требуется дополнительный резистор, то есть мы можем делать очень экономичные по размеру устройства. Вот здесь представлена схема с подключением силовой части с эффективной технологией питания. Я думаю, тут какие-то комментарии не требуются. Вот здесь можно посмотреть стандартные преобразователи и CINAMIC G120, PM250, какая экономия у нас получается. Энергосберегающие силовые модули PM250 обеспечивают рекуперацию еще раз, то есть они обеспечивают снижение реактивной мощности искажения за счет того, что потребляемый ток у них не игольчатый, а практически блочный, то есть это очень удобно. Соответственно, это снижает необходимую мощность трансформатора и снижает реактивные искажения. Если мы захотели бы получить такое же снижение гармонии, то нам потребовалось бы ставить дроссель с коэффициентом УК равным 6. Обычно стандартные дроссели это от 1 до 4 процентов этого коэффициента имеет. Ну и снижение потребляемой мощности приблизительно 22 процента, что соответствует уменьшению потери в системе питания приблизительно на 40 процентов. Ну и вот здесь приводится данность, что каждые 4 киловатта сокращенные позволяют сэкономить 1 литр дизельного топлива. Ну, наверное, это так. Само собой, это компенсация реактивной мощности и улучшение кости на Софи. Причем, если преобразователь установлен в общей системе с общим фидером, то он имеет возможность компенсировать реактивную мощность и других устройств, установленных в сети в пределах своей мощности. Где применяется? Применяется везде, где необходимо торможение или где используется тормозной резистор. То есть это для устройства с постоянной генераторной энергией двигателя, где она присутствует. Это любое вертикальное движение, это транспортные тележки, где нужно тормозить. Это любые механизмы с высоким моментом инерции, которые тоже надо затормозить. Это центрефуги, это малая и возобновляемая энергетика, это гидроэнергетика, энергия ветра и так далее. То есть где мы можем делать электростанции на основе этих преобразователей. Решение с высокой перегрузкой в генераторном режиме. И устройство с высокой степенью защиты, так как нам не требуется дополнительных внешних компонентов. И мы можем все устройство компактно разместить в какой-то защитной оболочке. Для модуля на 690 вольт здесь есть дополнительные инновации, как то полупорниковые приборы на основе карбидокремния. Очень высокий КПД данного преобразователя. Это очень компактные блоки. По сравнению с остальными блоками с аналогичными функциями, это встроенный синусный фильтр. Соответственно, он позволяет использовать их на двигателях, не предназначенных для того же преобразователя, и не требующих специальной изоляции подшипников. Ну и, соответственно, низкие токи подшипников, не требующих изоляции. Простой электрический монтаж, даже не буду останавливаться. То есть здесь у нас используются разъемы, клеммы и всевозможные дополнительные устройства, как то штекеры, профибасы и прочее, что позволяет быстро и эффективно монтировать наши преобразователи. Быстрое копирование через ММЦ-карт. Ну, тоже, в общем-то, понятно, для чего это используется. То есть мы можем на ММЦ-карточку записать до 100 блоков данных по каждому приводу. То есть один блок данных – это один привод с его всеми функциями. И, соответственно, переносить быстро эти данные по установке, что очень увеличивает скорость подготовки при вводе в эксплуатацию. Также копирование параметров поддерживается и интеллектуальной панелью оператора, и панелью BOP2. Некоторые примеры применения. Ну, вот здесь описано, например, что мы можем до 6 входов-выходов использовать на преобразователе для того, чтобы сделать его как децентрализованную периферию. То есть мы можем подключать на входы-выходы какие-то сигналы и через профинет или профибас их считывать контроллером верхнего уровня. Простое позиционирование возможно. Здесь вы видите картиночку из стартера. Уменьшение требуемой электрической мощности привода и двигателя возможно. Некоторые применения. Например, шлифовальный станочек. Код представлен с ПМ-250, позволяющий рекуперировать энергию при остановке шлифовальных кругов. Крановое оборудование, цеховой кран, например, для ПМ-250, позволяющий экономить электроэнергию и имеющий меньший шкаф, чем предыдущие устройства. Вот интересный моделирующий стенд. Это симулятор вертолета. Кабина подвешена под потолком и позволяет обучать будущих пилотов. Тоже сделан на основе нашей техники. Аттракцион. Альпийский летчик и американские горки. Это Германия. Тоже сделано. Вот там шкафчик представлен. Сточный винтовой насос, конвейер для подъема сточных вод. Боюсь даже предположить, что там. Но вот есть такое устройство. Вот интересная вещь. Это прокидывающий механизм для гибридного мусоровоза. Это мусоровоз, питающий от гибридной энергетической установки, имеющий аккумулятор на 700 вольт. И, соответственно, здесь установлены преобразователи G120 с ПМ-240, которые позволяют питать их через контур постоянного тока, то есть непосредственно подключаясь на них в 700 вольт. А в режиме генераторном они заряжают батареи. То есть очень экономичный механизм для прокидывания контейнеров. Достаточно много применений есть по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха с применением ПМ-230, например. Какие еще у нас есть маркетинговые моменты и инструменты? Это наш каталог D31. Он размещен в интернете, он на русском языке, достаточно большой. У него включены, кроме стандартных преобразователей CINAMIC-G из каталога D11, также CINAMIC-S110 в полной комплектации из каталога ПМ-22 и часть ПМ-21 для CINAMIC-S120 в блочном применении. Также есть там данные о двигателях, о кабелях, датчиках и так далее, что мы предлагаем. Есть страница в интернете, адрес вы видите внизу, то есть можете пользоваться. Я думаю, что вы ей пользуетесь, мы ее постоянно обновляем, дополняем. Есть брошюры. Обновление предполагается в апреле 2012 года, сейчас эти брошюры вышли. И мы, соответственно, их тоже будем переводить, представим вам. Есть флайер по миграции с предыдущего поколения управляющих частей, это C240S, C240E на новые управляющие части. Есть мультимедийный учебник в так называемой версии 2.0. Это книжка, позволяющая пользователю-преобразователю без дополнительных каких-то знаний, получаемых специально, сделать запуск преобразователя в эксплуатацию для простого применения. В том числе есть она на русском языке, ее можно скачать на нашем интернет-сайте. Есть демонстрационные стенды, они поставляются без управляющих частей, и, соответственно, вы их можете при необходимости закупать для обучения, демонстрации или для каких-то лабораторных исследований с этими преобразователями, тоже возможно. Программные продукты для выбора и конфигурации преобразователей – это Sizer, это оффлайновое применение в основном, и DT-конфигуратор – это онлайн применение. Соответственно, DT-конфигуратор позволяет вам достаточно быстро подобрать преобразователь по двигателю или двигатель для преобразователя, скачать какие-то графики, чертежи и данные по преобразователю и получить спецификацию, соответственно. Единый инжиниринг Sizer и Starter для всего семейства CINAMICS поддерживаются. Здесь вы видите, что мы отмечаем еще новый продукт StarDrive. StarDrive – это программный продукт, который идет для TIA Portal, начиная с версии 11, и, соответственно, позволяет сделать запуск в эксплуатацию преобразователей. Программный продукт Starter вам уже известен, программный продукт Sizer мы тоже отметили. Sizer. Первое, где взять Sizer, если он необходим? Скачать Sizer можно по ссылке uv.semens.com.slashsizer. Она отмечена сверху. Ну вот, на картиночке видно, да, Sizer, проектирование всегда по прямой, то есть без каких-то сложностей, без каких-то опасностей в ошибках и так далее, при наличии общих знаний вы можете сконфигурировать приводную систему. Ну, соответственно, от самой простой до самой сложной. Плюс также можно сконфигурировать систему ЧПУ, систему управления перемещениями C-Motion, то есть все можно сделать, ну или добавить туда контроллеров CINAMICS или каких-то дополнительных вещей. Ну вот, что мы имеем Preciser. То есть это также возможны чертежи, это возможно блок-схемы, какие-то графики, все это можно вывести. Все это можно отдельно распечатать. Также можно провести вычисление сетевых гармоник для расчета, например, заказчику, что и показать, как наши преобразователи выполняют требования по гармоническим колебаниям. Ну и в конце концов получить спецификацию компонентов данного преобразователя. Программное обеспечение стартера. Опять же, где взять стартер? www.semens.com.slash.starter Соответственно, данный программный продукт позволяет конфигурировать и вводить в эксплуатацию преобразователи. Все преобразователи CINAMICS, в том числе, можно подключаться к ним через различные интерфейсы, включая USB, Ethernet, где он есть, Profibus, ProfiNet и так далее. То есть, все это доступно. Также надо отметить, что для преобразователей с управляющими модулями второго поколения, это CU2-2 в конце, то есть версии 4.4.4.5, вы также можете для стандартных преобразователей вводить всевозможные графики переходных процессов, используя режим Trace. Программное обеспечение CINASAFE. Достаточно интересное программное обеспечение. Оно есть как в офлайн-версии, которую можно скачать на www.semens.com.slash.sinasafe, так же и как веб-приложение. Данное приложение позволяет просчитать экономическую эффективность при использовании преобразователей CINAMICS и двигателей энергоэффективных по полному жизненному циклу. Очень удобно для экономического обоснования применения преобразователей и двигателей. И, соответственно, для дипломных проектов, если таковые будете делать, то экономическую часть можно практически полностью сделать в этой программе. Общие преимущества CINAMICS. Само собой, разумеется, что при работе CINAMICS вы имеете определенные дополнительные преимущества, как то техническую поддержку, оптимизацию, ремонт запасной части, всевозможные технические консультации в пределах всего жизненного цикла изделия. Наш ответ для сервиса. Соответственно, у нас есть сервисное подразделение. С ним можно связаться по телефону 737-1737 в Москве, код 495, либо по электронной почте. Соответственно, вы можете получить как техническую поддержку, также вы можете получать технические консультации, также консультации по проектированию и инжинирингу, или поручить их нашим специалистам. Соответственно, есть онлайн поддержка также. Полевой сервис, есть запасные части, ремонт, оптимизация и модернизация. Все возможно также с помощью наших специалистов. Здесь представлена наша основная служба технической поддержки, сервис End Support, который мы используем. Это единая служба поддержки. Она доступна в 107 странах, 24 часа, 365 дней в году. Соответственно, отвечает та страна, в которой находится солнце на момент вашего запроса, на месту в рабочем времени. Соответственно, если вы захотите обратиться в службу поддержки ночью в 12 часов, то отвечают специалисты, находящиеся в Америке. Если в рабочее время, например, часов 10-11, то, соответственно, отвечают специалисты из Германии. Вот так эта служба работает. Надежное обслуживание, поддержка сервиса из одних рук. Это основное то, что Siemens может предложить. То есть у нас есть все необходимые компоненты, а также поддержка для этих компонентов, которые можно предложить нашим заказчикам. И концепция Totally Integrated Automation – это уже проверенная временем концепция, обеспечивающая полную комплексную автоматизацию любых производств, механизмов и так далее, которые обеспечат с помощью нашей техники. Вот здесь представлено, да, в любом месте мы можем применять это. Собственно, по обзору это все. Сейчас я смотрю, есть некоторое количество вопросов, на которые возможно ответить. Сейчас я их посмотрю и, соответственно, смогу ответить. Вот вопросов уже стало четыре. Так. Так, кто у нас спрашивает? Ну, начнем по порядку, да. Есть у нас вопрос от Владислава. Будет ли единый универсальный ЦУ со всеми поддержанными протоколами на всю линейку G120 с программно-активируемыми функциями через ПИН-коды? Нет, не будет. Не получается такое сделать. Почему у ЦУ-230П2 только два аналоговых входа в странице 34? Два аналоговых входа указаны как открытый и два для никеля-платина, никель-тысячи-платина-тысячи, то есть подключение дополнительных датчиков это тоже аналоговые входы, которые вы можете использовать по току. Те два аналоговых входа, которые указаны на странице 34 в каталоге D31, это два входа, которые не имеют дополнительной функции для них. То есть всего четыре аналоговых входа. Так, следующий вопрос. Можно ли получить письмо или свидетельство, что я прослушиваю эту презентацию? Ого! Ну, даже не знаю, как ответить, но презентации, в принципе, мы свидетельствами не раздаем. Ну, так. Так, где скачать русификатор для EOP? Да, на сайте технической поддержки его сейчас нет. Если необходимо, можно запросить у меня. На сайте технической поддержки он появится после выполнения всех формальностей. Соответственно, это где-то месяца через полтора. Ну, собственно, вот я смотрю, это все вопросы, которые есть. Если еще есть вопросы, а вот еще. Так, векторный режим с датчиком поддержит каким-либо СЦУ. Векторный режим с датчиком не поддержит каким-либо СЦУ, потому что нет СЦУ с датчиком. Так, еще вопросы какие-то есть? Так, ну, вроде вопросов больше нет. Спасибо за внимание. Соответственно, презентацию можно будет скачать там же, где сейчас вы подключались, на этом же сайте. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok